Так, если подлодки российские где-то в районе аэропортов или аэродромов российских, а тут еще и эвакуация аэродромов началась, что же вообще получается? Куда переносят всю военную технику? Куда прячут ее? Сейчас попытаемся узнать. К нашему эфиру присоединяется основатель фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко. Игорь Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте. Игорь Александрович, наблюдается интересное движение в районе Российской Федерации относительно того, чтобы спрятать куда-то военную технику. Что происходит? С чем это связано? Куда могут прятать? Куда не долетят неизвестные, но весьма эффективные дроны? Я думаю, это во-вторых, анализировать то, что вы предлагаете. А во-первых, надо понимать, а что же происходит? Почему все-таки такой переполох? И что привело к такого рода последствиям, анализам, действиям и всему остальному? Из последнего, как говорят, это прилеты по аэродрому Энгельс, где были повреждены стратегические бомбардировщики. Причем на аэродромах, которых не так много в Российской Федерации. И они вдруг увидели, что надо их прятать, надо рассредотачивать на небольшое оставшееся количество недосягаемых аэродромов, для того, чтобы потом в трудах организовывать нанесение ударов. А почему в трудах? Потому что они привыкли действовать по простому алгоритму, подниматься, выходить над Каспием, привязываться и пускать ракеты. А теперь надо откуда-то из-под Мурманска, например, лететь, дозаправляться. Значит, плюс повреждены были не только стратегические бомбардировщики, а часть ракет. Но и это происходит не только с воздушными судами, это происходит в том числе с кораблями. Как было сказано в вашем эфире, то есть впервые в мире были организованы совместные применения беспилотных летательных аппаратов и морских аппаратов. И это позволило достичь достаточно серьезного эффекта поражения кораблей Черноморского флота. После этого они были вынуждены, опять-таки, после этого уходить в восточную часть Черного моря, в Новороссийск и так далее. Это касается в том числе и подводных лодок. А принцип реализации здесь простой. Это я как специалист с более чем 50-летним стажем противовоздушной обороны говорю о том, что, конечно, надо быть эффективным по уничтожению целей, которые уже находятся в воздухе. То есть воздушных целей, как аэродинамических, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, так и баллистические ракеты, имеющие определенную траекторию, как правило, сверхзвуковые. Поэтому, но это все-таки менее эффективно, чем уничтожать носители этих ракет до их пуска. То есть искандеровские ракеты надо бить до того, как пустили спусковой установки Искандер, оперативно-тактических ракет М. Значит, самолеты уничтожать на аэродромах или в воздухе до того, как они пустили ракеты Х-101, Х-555 и так далее, как мы это видели в ситуации с Энгельсом. А калибры надо уничтожать до того, как они сойдут с кораблей, ракетных катеров и подводных лодок. Вот еще по подводным лодкам не было, по-моему, прецедента. Очень надеюсь, что это у нас по переду. Кстати, а каким образом можно вот так уничтожать носители ракет, подводные лодки, самолеты, которые еще не успели? Это у нас есть чем-то делать или это эти средства, да, уничтожение нужно где-то там заказывать и получать их от западных партнеров? Вот тот эпизод, который впервые в мире по Севастопольской бухте, он как раз говорит, ну, если более широко сделать подачу информации о том, что тогда произошло, значит, перед этим где-то россияне нашли беспилотный морской аппарат, они его там исследовали, а потом подорвали, но поняли, что в Украине такое есть и надо предпринимать меры. И они там, значит, усилили, значит, противоохрану Севастопольской бухты, против беспилотных морских аппаратов, как они это дело понимали, но это им не помогло, поскольку вот была осуществлена такая атака, причем одновременно с воздуха и по морю, которая привела к вот такого рода эффекту. Кстати, небезызвестный флагман крейсер Москва был уничтожен действием, комбинированным как беспилотными летательными аппаратами с воздуха, так и ракетными комплексами «Берег корабль». То есть сочетание, это разработка такого своего рода операции. У нас, к сожалению, не так много такого рода средств, однако они есть, и, значит, появляются новые элементы, оружие, которые бы позволяли проводить такого рода действия, после которых тогда надо уже задуматься, куда им прятаться и как свои корабли, подводные лодки, самолеты и все прочее, вообще забираться с территории Украины. Вот, кстати, по поводу того, что они увозят свою технику со своих аэродромов, власти Саратовской области на время закрыли небо, самолеты летят в обход, а сам аэропорт «Гагарин» заявляет, что все работает нормально. Понятно. И также в Энгельсе эвакуировали детские сады там в одном из жилых районов, и возле, около жилого дома, тут даже вот видео есть, нашли неизвестную железяку, да, и предположительно это похоже на ступень от ПВО. Как думаете, что же все-таки происходит сейчас на аэродроме Энгельс и в Саратовской области? На мой взгляд, как минимум два аспекта, характеризующие эту ситуацию. Первый, собственно, военная. Почему они закрывают небо, чтобы не пролетали? Для того, чтобы возможность стороны, ну, в первую очередь, украинских и его союзников, оценить последствия того, как были нанесены удары. То есть с космоса, с воздуха, агентурно. Ну, в данном случае с воздуха, раз закрыли, не дают пролетать над этим. Вот. Но, опять-таки, все это происходит в связи с тем, что было вот такого рода воздействие. Если они нашли элемент от ракеты противовоздушной, то уж точно это не ракета украинская, потому что могут, ну, или будь кого, там, Баварнятка тут помогает. Значит, это одно дело, атакующие ракетные комплексы и ракеты от них. А второе дело ПВО. У нас ПВО сегодня работало очень мощно, позбивало очень много целей с высокой эффективностью. И вот тогда можно понаходить остатки от применения такого рода оружия. Сегодня работали переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные комплексы различного типа, то есть ближнего радиуса, среднего радиуса действия. Вот. Так это с военной точки зрения. Возвращаемся к Саратову. А еще действует, значит, морально-психологический фактор. Вдруг россияне, глубинный народ пробуждается и видит, что не все так просто под луной. И за любое действие террористические своего государства и своего народа надо отвечать и платить. Есть плата, есть объективные законы. Ну, если хотите, вселенной или жизни, которые раньше или позже срабатывают. И тут они, проснувшись отчасти, еще не все и не всюду, но все-таки обнаруживают, что куда-то могут доставать, ну, по крайней мере, уже и на 800 километров. А до Москвы там сколько? Я там в свое время до войны, значит, пока не заклопают и не засвисывают в эфире для того, чтобы доносить до них. Говорил, что мы разрабатываем такое, Скобеевы в ее эфирах, что мы разрабатываем такое родооружие. И, в принципе, для начала оно будет доставать до Москвы и Санкт-Петербурга, а потом, так сказать, мы будем продвигаться и это делаем. Достанем до Урала, ну, как минимум, для того, чтобы обеспечить такое воздействие, которое бы заставляло их задумываться, а стоит ли начинать. И вот здесь мы продвигаемся. И на то время, о чем разговор, вы там бумажками на полигонах бросаетесь, значит, мы этими бумажками на то время проводились испытания Нептуна, Вильхи и так далее. Все это сейчас работает. И от берег корабль комплекса в совокупности по этой операции пошел к одной их флагман, крейсер, ну и остальные. И остров Смеиный освободили. И потом мы их учим, как гуманитарно подходить к вопросам у нас. То одно, они освобождают из гуманитарных подходов в север нашего государства, то, значит, в Харькове перегруппируются. Мы сделаем из них гуманитариев надо время на это. Вот мы над этим и работаем. Игорь Александрович, по поводу того, что Украина работает над этими вопросами, с британскими журналистами, с BBC пообщался глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов. Среди прочего, он заявил, что война на данном этапе зашла в тупик. Это означает, что ни Украина, ни Россия не могут достичь значительных продвижений на фронте. С чем, как вы считаете, это связано и о чем говорит? Ну, там надо посмотреть. Там немножко вырваны из контекста высказывания этого Буданова. Поэтому надо посмотреть. Разговор был, и его подача была таковая, что Россия оказывается вот в таком состоянии. Украина об этом, и руководство Украины, и военно-политическое руководство как раз не говорит. Мы говорим о том, что нам надо предоставить, знаете, такой черчилевский подход 40-го года, который, когда он обращался к американцам, говорил, ну, вы там думаете воевать, не воевать, помогать, но дайте нам оружие, и мы сами это сделаем. Вот ситуация повторяется, да, закон развития философский по спирали. То есть, теперь уже в таком состоянии Украина, украинский народ, и мы говорим о предоставке нам оружия, меньше будут мучиться все. Нам надо, и мы сможем это доказать и показать, и 10 месяцев как раз подтверждает такого рода подходы. Да, это так или иначе интересно, поскольку заявления сейчас звучат такие. Ну, то есть, можно читать где-нибудь там между строк, да, для того, чтобы понимать весь смысл. В любом случае, мы все ближе и ближе к завершению текущего года, 22-го. Какие основные изменения произошли, давайте, не за весь год, поскольку у нас все еще, кажется, как будто продолжается 24 февраля 22-го года. Вот как началось, так и продолжается, с определенными изменениями. Вот как раз об изменениях подробнее. Изменениях в чем, для кого? Изменения с военной точки зрения. Мы начинали с того, что очень боялись захвата украинской столицы. Обещали российские оккупанты сделать это крайне быстро, буквально там за считанные часы. В каком состоянии мы находимся сейчас, и какие перспективы открываются на будущий год? Мы начинали с того, что отстояли свою государственность, разрушили стратегические подходы Российской Федерации, связанные с деноцификацией, то есть уничтожением нашей нации, и демилитаризацией, то есть уничтожением наших оборонных возможностей, а это значит уничтожение нашего государства. Так вот, в самом начале они полагали, в том числе не только противник, но и союзники наши, их разведные средства, они достаточно мощные, ни одна их разведка, как провалилась они по своим действиям в 2014 году, когда пропустили все эти действия российские по захвату Крыма и дальше, так и сейчас давали необъективные оценки, то есть это непрофессиональная, неглубокая работа их разведок, и в частности они богаты, у них достаточно много разведок в государстве, которое как бы ценит себя и свою безопасность, как раз именно так должно быть. Но в большинстве своем они провалились в оценке, в анализе, во многом другом, и там у американцев, в частности, та структура разведная, которая показала, что мы месяц будем сопротивляться, вот не все другие, которые за три дня там или подтверждали одна, Байче и другой, а та, которая показала, что мы будем держаться где-то месяц. Так вот, заслушивали именно ее в связи с тем, что как это так, как не все, она вдруг оценила и на основании чего. А вообще-то нас воспринимали и готовились поставить на вооружение партизанские, то есть все захвачено, и вот там какие-то где-то, значит, есть партизанские отряды, возможно, которые будут в Украине после оккупации, и вот они будут сражаться, и тогда, как афганским талибам 30 лет назад, они, возможно, дадут стингеры, можете представить, 30 лет назад они давали, а вот нам давать, не давать стингеры, это было восприятие нас и восприятие помощи нам. Вот они переросли, это, значит, слава Богу, они убедились в том, кто мы, что мы и как, не до конца еще, но во многом, и поэтому тогда думали в марте месяце давать, не давать стингеры, которые 30 лет назад, ну, правда, уже более модифицированные, конечно, но все-таки аналоги можно привести для пущей важности, а теперь уже дают патриоты. А что так? А потому что они понимают, что мы не только себя защищаем, а защищаем мир и свободу, понятия наиболее высокие в человечестве, в Европе и во всем мире, и поэтому, если не сейчас нам помочь, то все это, значит, обернется тяжелыми испытаниями и для Европы, и для мира. Поэтому мы вот таким образом выросли и развиваемся дальше в условиях этой жесточайшей борьбы экзистенциализской, то есть за свое существование с таким вот агрессивным, мощным противником в лице террористической Российской Федерации. Игорь Александрович, и еще вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали послание президента Зеленского в Верховной Раде. Если коротко, то 1-2 триллиона гривен выделяться будет на оборону, Украина должна восстановить целостность, Украине нужны новые гарантии безопасности, трибунал над российскими военными преступниками. Какие выводы можно сделать, подытоживая все эти тезисы? Остаются четыре позиции, которые должны будут реализоваться. Это освобождение всех захваченных территорий, это обеспечение безопасности после прекращения боевых действий, обращая внимание, не мира. Мир наступит тогда, когда будет изменен режим в Российской Федерации, фашистский, рашистский режим, Путина или подобный ему. И вот тогда можно говорить о каком-то мире. Это за счет Российской Федерации восстановления нашей экономики. И это четвертое привлечение к ответственности всех преступников, которые таким образом себя вели как с начала войны, так и в ходе войны. Остальное есть 10 пунктов мира программы, о которой говорилось еще на Бали. Но базовые, на мой взгляд, вот эти четыре. И поскольку мы не отступаем от этих, значит, вот это наша твердость, вот это наша стойкость в борьбе за такие подходы для Украины придают силы в том числе наших союзников. Они у нас этому учатся, или мы их учим, хотят они этого или нет. Поскольку есть, еще раз повторяюсь, объективные законы войны, которые работают. Спасибо, Игорь Александрович. Спасибо большое. Игорь Романенко, основатель фонда «Закроем небо». Украина был с нами на прямой связи. Игорь Романенко, основатель фонда «Закроем небо».